Битва чемпионов Лавина его спортивных успехов накрыла многих оппонентов. Ее последствия ощутили и за океаном. На битве чемпионов 2013 Кировчанин добился заветной цели, которой его направляли и поклонники его таланта, и коллеги. Он превзошел достижения короля пауэрлифтинга, американца Эда Коуэна, и вписал в Книгу рекордов свое имя с результатом 391 килограмм при весе менее чем в 90. И пока кто-то демонстрирует чудеса гибкости, кусая себе локти, Беляев продолжает коллекционировать победы. Своими невероятными показателями он давно заслужил прозвище «инопланетянин». Однако на помосте битвы чемпионов 2014 будет как минимум еще один атлет внеземного происхождения, судя по его космическим результатам. Константин Поздеев Москвич ни разу не уезжал из Архангельска без медали, однако до поры оставался немного в тени непобедимого Андрея Беляева. И пока сам Беляев боролся с другой тенью, легендарного Эда Коуэна и его вечным рекордом, Поздеев упорно пополнял свой арсенал все более увесистыми снарядами. В декабре 2012-го этот боекомплект взорвал мир пауэрлифтинга новостью о том, что среднетяжу Поздееву покорилась штанга весом в 400 килограммов. Это было на втором чемпионате Лиги силовых видов спорта. А уже летом 2013-го на битве чемпионов Константин шагнул за пределы реальности, когда поднял железного монстра, приколоченного к помосту собственным весом в 404 килограмма. В категории до 110 килограммов столько не поднимал никто. А ведь была и четвертая попытка, сорвавшая голоса болельщиков в зале. И только груз ответственности в 418 с половиной килограммов не дал Поздееву расправить плечи. Да, он вновь остался вторым. Но, во-первых, стал абсолютным рекордсменом мира, а во-вторых, приблизился к коэффициентам Андрея Беляева вплотную. Спустя год, можно ли назвать фаворитов в этой паре? Кто лучше разложил силы по сезону? Кто подошел к помосту битвы чемпионов на пике формы? Кто лучше справится с нервами? А может там, за кулисами, своего часа по праву ждет кто-то третий? Ждать осталось недолго. История пауэрлифтинга вершится на ваших глазах. Редактор субтитров А.Семкин